Их служба и опасна и трудна. Нет сейчас не о полицейских, а о пожарных. 313-й части, которая отмечает в эти дни свой 10-летний юбилей. Татьяна Барулина продолжит. В первую очередь нужно подать ствол для защитных зданий и тушения пожара. А дальше все идет уже... То есть остается пару человек на защиту, на тушение. Остальные уже помогают им, то есть ломают, вскрывают, помогают им работать. Технологию пожаротушения Михаил Садовщиков знает на зубок. Он пожарный спасатель по призванию, по образованию же простой механик. После техника ему пришел работать в Высоковскую пожарную часть и за 8 лет дослужился до начальника смены. На дежурство Михаил заступает в 8 утра. Первым делом осматривает машину. Заводит мото-помбу для забора воды, развертывает рукава, проверяет исправность пожарного насоса. Итог – машина готова к работе. Готов к работе и сам Михаил. Ежедневные физические нагрузки, быстрота реакции, отточенные до автоматизма действия. По нормам от поступления сигнала в диспетчерскую и до выезда у пожарного есть буквально одна минута. В это время водитель заводит машину, а пожарные должны одеть свой боевой комплект одежды. Всего по нормам он должен успеть это сделать за 24 секунды. Сейчас мы попробуем, действительно ли это так и в какой форме наши пожарные. Итак, засекаем время. Музыка 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 Помимо физподготовки, ежедневные лекции, семинары, основы реанимации и первой помощи, приемы пожаротушения, а бывает, что учиться пожарным спасателям приходится и на собственных ошибках. Музыка Музыка Профессиональное мастерство пожарные 313 части доказывают и практически. Это прошлогодний областной конкурс «Лучшее отделение на автоцистерне». Наши спасатели показали себя на высоте. Но самая высокая оценка их работы – это спасенные жизни людей. Как при пожаре казана в мае прошлого года, когда жильцов горящего дома приходилось выносить буквально на руках. Аккуратнее, пожалуйста. Ой, твой ребеночек только. И штат 34 человека. И здесь каждый любит и гордится своей профессией. Есть гордость, свою профессию. Татьяна Барулина, Юлия Левицкая. Новости дня.